МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит радиостанция «Свобода». Передача, посвященная 75-летию Александру Толстой. Сила каждого человека в Духе Божьем, который живет в нем, говорил мой отец Леша Николаевич Толстой. Я слушаю старые интервью Александры Львовны, сестры моего прадеда, младшей дочери Толстого. Она стала секретарем своего отца и самым близким ему в семье человеком. Только ей он сказал о своем уходе из Ясной Поляны в 10-м году, и на станции Остапова именно она закрыла ему глаза. В 45 лет она уедет из России навсегда, а в 57 начнет главное дело своей жизни – Толстовский фонд. Отец мой никогда не проходил мимо человеческих страданий. Ему всегда хотелось помочь чем-нибудь, утешить. И нас, своих детей, он старался научить этой радости. Радости и помощи другим. Полтора часа на север от Нью-Йорка, и я в Толстовском фонде. Теперь на территории фонда все больше маленькие коттеджи. Их арендует русский, которым хочется держаться вместе. А когда-то это была настоящая ферма. Дом вокруг хозяйственной постройки, участок земли. Тут и там грядки. Все это Александре Львовне удалось купить за один доллар. Вот он дом за доллар. Таня! Здравствуй, чертушка, иди, иди, поднимайся. Это моя американская тетка, Таня Толстая-Пенкрат, которая с детства жила здесь, рядом с Александрой Львовной. Добралась, ура, я тебя жду. Но вот слушай, я на самом деле никогда не была в этом доме. Но это большой дом, это самый главный дом. А мне интересно еще, как Александре Львовне удалось за доллар получить такой дом? Ну, конечно, у них никаких денег не было. Но миссис Харкнесс, она узнала... Которая владела? Да, да. Она знала, каким делом они занимаются, как они спасают людей, как они помогают. И она тогда взяла это место и им просто продала за доллар. Хочешь, пойдем посмотрим дом? Пойдем, пойдем. Тут была домовая церковь, которая потом сгорела, которая постепенно переезжала с места на место, с гаража, потом в подвал. Потом собрали деньги и построили церковь. Ну вот. А потом, значит, здесь устроили еще, продлили столовые, потому что больше и больше народу приезжало. И тут стоял тоже рояль. Тут в этой комнате устраивали тоже елки зимой для детей, потому что все беженские дети, они жили в детском доме, пока их родители не устраивались. И тут устраивали, значит, елки. А потом тоже устраивали концерты. А сколько тебе было лет? Мне было лет семь. Да. Может быть, шесть. Ну и я, конечно, спускалась и садилась сюда на лестницу. И вот так вот садилась и смотрела. И мне было всегда очень интересно, потому что такие серьезные пианисты, когда они играли очень так серьезно, у них всегда делались гримасы. И мне казалось, что это очень смешно. И я всегда смотрела, какую гримасу он делает. Вот. Кто здесь бывал вообще? Во-первых, конечно, основатели фонда были Рахманинов и Сикорский, и Сергеевский. Они имели деньги, они помогали устраивать этот фонд. Создать фонд придумали Александра Львовна и ее подруга Татьяна Алексеевна Шауфус еще в 1939 году для помощи состарившейся белой эмиграции. Но самый большой поток беженцев хлынул в США в конце и после Второй мировой войны, когда тысячи и тысячи эмигрантов бежали за океан, опасаясь насильственной репатриации. В Ялте в феврале 1945 года Черчилль и Рузвельт подписали соглашение со Сталиным, что все советские граждане, которые попадут в руки западных союзников, будут высланы назад в СССР. Не говорилось, что они будут высланы силой, но фактически в этом и заключалось секретное соглашение. Пять миллионов советских граждан, оказавшихся в Европе, вне зависимости от политических взглядов, боялись возвращения в Советский Союз. Потому что они знали, что если они вернутся, они все будут расстреляны или сосланы в ГУЛАГ. Из лагерей в Европе Толстовский фонд вытаскивал людей в Америку. И среди русских, которые сейчас живут в этих краях, большинство приехали именно через фонд. Например, семья Олега Михайловича Радзянко, внука последнего председателя Государственной Думы России. Мы приехали вдвоем через Толстовский фонд. У нас был через них контракт в Мэриленд к фермеру. Но когда мы приехали, она была на седьмом месяце, и фермер от нас отказался. Мы оказались на Толстовской ферме, и я стал бегать и искать работу. Устроился сначала на спичечную фабрику, знаменитую, которую очень многие русские прошли через нее. Работал там, зарабатывал великие 85 центов в час, потому что работал в ночную смену. Почти все беженцы прибывали в Америку через порт в Нью-Йорке. На 61-й пристани их встречал сотрудник фонда господин Извольский. И он узнавал своих по специальному значку ТФ, Толстовский фонд, который им давали еще в Европе. Из Нью-Йорка беженцы едут на поезде до станции Велэй Коттедж. Там их встречают на машине. И часто приезжает сама Александра Львовна на небольшом грузовичке, чтобы везти багаж. Как вы ее помните? Она не была бештокого роста, она была полненькая. Она всегда носила такой очень... У нее все платья были или серые, или синие. Никакого не ожирели, ничего, волосы в себе. Но я помню, у нее были огромные мужские часы. И она всегда, значит, руки назад. И вот так вот, значит, медленно вот тут вот вокруг. И так вот ходила, вот смотрела. Ну, как хозяйка, знаете, она осматривала свои владения. Это было просто замечательно. Татьяна Витальевна выросла на Толстовской ферме, а выйдя на пенсию, вновь вернулась сюда жить. Знаете, люди, которые миграцию не прожили, они не могут понять, что это значит потерять вот свое. Понимаете, вот мы приехали в чужие страны. Нам нужно было всеми куда-то приспосабливаться. Учить новые языки, новые традиции. А Александра Львовна тем, что она дала русским людям возможность вот так вот совместно устраивать свою жизнь, вот в чужих как бы условиях, она помогла. Понимаете, вы не чувствовали себя потерянной. В архиве Толстовского фонда, где хранятся десятки тысяч дел о беженцах, которые приехали в Америку через фонд. Ну вот, например, семья Косенко приехала в 51-м году. Муж, жена, Василий, Евдокия, двое детей родились в Бельгии. Вот муж Василий Косенко пишет соглашение. Я готов принять по приезде в США предложение любой работы в соответствии с моей квалификацией и способностями. Я также обязуюсь постепенно возместить все расходы по высадке на берег, выгрузке и доставке багажа. Петр Давыдов. Вот он пишет из Мюнхена в мае 48-го года. «Премного уважаемая графиня Александра Львовна. Ваше дорогое для меня письмо я получил. Спасибо, вам очень благодарен». Петр Давыдов знает Александру Львовну, потому что он крестьянин из Ясной Поляны. «Я согласен с работой на ферме. Мне ведь безразлично, где работать. Была бы работа, а также скорее бы выбраться». Александра Львовна ему предлагает 70 долларов в месяц за работу на ферме. Доволен хорошие деньги. «Родился в 1848 году. Вот его документы. Какие разные судьбы стоят за этими анкетами и папками? Но вот что меня поразило. Среди этих людей много тех, кто воевал против советских войск. В Югославянском корпусе, в составе УПА и Русской освободительной армии Власова. И впервые в жизни я увидела памятник власовцам. Тут, недалеко на кладбище в Новодивеево. Это штат Нью-Йорк. Там, где сама Александра Львовна похоронена и другие мои родные». «Вот фронтовые карточки моего отца. Вот тут он с товарищами. «Вот справка за отличные боевые действия по разгрому Будапештской группировки». Благодарность ему объявлена. 45-й год. «Мой папа добровольцем вступил в Красную армию. И дедушка мой тоже помогал партизанам и воевал с фашистами. Они были иммигрантами. И я знаю, что иммиграция делилась на оборонцев и пораженцев. На тех, кто, как мой дед, считал, что нужно защищать Россию, родную страну, независимо от того, какая сейчас власть. И тех, кто надеялся с помощью немцев выбить коммунистов из России. За кого же была Александра Львовна? Ведь она помогала тем, кто для моего папы был противником, был врагом, кто был по другую сторону линии фронта. И говоря это, я сама думаю о том, что мы уже молодое поколение, другое, даже спустя семь десятков лет после войны, мы все равно все делим на черное и белое. И людей также на своих и чужих. Власовцы же воевали на стороне немцев, правда? Воевали. Воевали. Это гораздо более сложный вопрос, чем стараются в России его показать сейчас. Да, там просто изменниками считают их, а это вовсе не были изменниками. Это совсем не так. Вы не считаете их изменниками? Абсолютно нет. Они туда идейно шли. Идейно шли освободить Россию от советской власти. Александра Львовна не любила советскую власть. Но когда она помогала людям, она не смотрела на их биографии и политические убеждения. У нее было другое отношение к человеку, очень толстовское и очень христианское. Осенью 1914 года, сразу после начала войны, Александра Львовна уходит с сестрой милосердия на фронт. Она попадает в санитарный поезд номер 187, который идет через город Белосток, дальше на запад подбирать раненых. Досанитарный поезд времен Второй мировой войны, но в 1914 году они были устроены точно так же. Александра Львовна ухаживала за ранеными, кормила их, перевязывала, убирала. Она вообще очень боялась прослыть белоручкой и бароней, поэтому драила свой санитарный вагон и двери, и стены, и полы, хотя никакого опыта матья полов у графини не было. Ее назначили операционной сестрой, и сначала было очень трудно привыкнуть к тому, что врач сверлит череп раненому, потому что нужно промывать рану, в которой ползают белые черви. Трудно было привыкнуть к ампутациям. Когда держишь руку, а через минуту чувствуешь мертвую тяжесть. Иногда в день было по несколько сот раненых, и не только русских перевязывали, а и оперировали, спасали и своих, и чужих, и русских, и немцев, просто людей. Александра Львовна вспоминает эпизод, как один веселый русский солдат говорит немцу, сидящему рядом, тоже раненому, «Ну что ж ты не вчера мне ногу-то прострелил?» А тот ему по-немецки «Так и ты мне руку раздробил». И оба смотрят друг на друга с улыбкой и говорят «Война, брат, что поделаешь?» В 15-м году Толстой отправляют на Южный фронт. Там бои с турками. Иривань, Игдырь, Иван, Тифлис. Александре очень помогает то, что она блестяще держится в седле. Прекрасная наездница. Отец научил еще в детстве. Она уже не простая сестра милосердия. Несколько георгиевских медалей. Войну закончит в чине полковника медицинской службы. «Революция застала Александру Львовну в госпитале в Минске. Заражение крови, тропическая лихорадка и только что сделали операцию. Пропала Россия», сказала она, узнав о политических новостях. А потом написала «Войны, революции, их последствия, жестокость, злоба, разрушение мировых культур, материальное неблагополучие – все это ничто по сравнению с разрушением веры в Бога». И вера человека в себя. Невозможно не согласиться с этим и сейчас. Отрядный комитет устроил в мою честь прощальные заседания. Председатель комитета открыл собрание витиеватой речью. «Товарищи», – начал он, «сегодня мы провожаем нашего уважаемого уполномоченного, который так жертвенно работал, то есть работала, для нашей Родины, то есть для нашей революционной страны. И прошу всех вас, товарищи, почтить ее память вставанием». И все молча встали. А позднее я узнала, что после моего отъезда тот же самый комитет постановил меня арестовать, как буржуйку и контрреволюционерку. Но я была уже в Москве. Ее все же арестовали, но позже, в 1920 году. После приговора Александру Толстую отправляют в концлагерь в Новоспасском монастыре. Во время Красного террора почти все московские монастыри были перепрофилированы в концлагеря и тюрьмы. Содержат вместе и уголовниц, и политических. Кормят отвратительно пустой баландой из очисток перемороженного картофеля. А за любую правильность могут отправить в карцер. Карцером служил в склеп бояр Романовых. Сокамерница Александра Львовна сказала ей в один из первых дней «Всюду можно жить, и здесь хорошо». Александра Львовна не теряет своего характера. Она отстаивает права заключенных у коменданта, чтобы лучше кормили, и она устраивает для неграмотных уголовниц школу, чтобы они могли научиться читать и писать. На воле об Александре Львовне хлопочет прежде всего старшая сестра Таня. Она писала письма Калинину, носила их, бегала по кабинетам, вручала адресату племянница Софья Андреевна Толстая, потом известная как Есенина. Александру Львовну освободили и позволили вернуться к заботам о родном доме, а теперь музее Толстого. Ее должность называлась комиссар Ясной Поляны. Сейчас даже странно представить, как в 20-е годы при общей разрухе ей удалось не только уберечь и сохранить Ясную Поляну, но построить там роскошную белокаменную школу Яснополянскую. К 28-му году она была открыта к столетию со дня рождения Толстого. Заложить и фактически построить Яснополянскую больницу. Потом ее, конечно, выдавили отсюда. Она мешала ужасно. Ее терпели только вот до юбилейного года, потому что нельзя было ее трогать. Она стала действительно такой фигурой, которой, в общем, уже опасно было к ней прикасаться. Но ей создали такие условия, что она должна была, вынуждена была уехать из страны. И в 29-м году она действительно выезжает в Японию и уже никогда не возвращается сюда. Ура! Пишу тебе свободно, не думая о том, что за каждое лишнее слово могут посадить в тюрьму или лишить места. Ох, если бы ты знала, как я устала, как хорошо отдохнуть, как хорошо дышать, как хорошо ходить по улицам свободно. Есть настоящий хлеб без карточек. Дела очень плохи в Советской России. Оставаться же я могла только при условии, если бы можно было бы сесть в тюрьму, потому что в России могут теперь жить только люди или ничего не делающие, таких почти нет, или подлецы. Садиться в тюрьму было страшно, но на свободе жить там невыносимо. Я думаю, что скоро там будут запрещать дышать. Александру Львовну в Советском Союзе тоже считали врагом. А после того, как она оказалась в центре большого дипломатического скандала, в СССР было запрещено даже упоминать имя младшей дочери Льва Толстого. Как-то в августе 48-го года знакомые привезли на ферму учительницу. Немного странную. Она сказала, что преподает советским детям при посольстве, что ее скоро должны на пароходе отправить обратно в Союз и что она просит убежище. Александра Львовна пустила Оксану Косенкину. На следующий день все нью-йоркские газеты вышли с сенсационными заголовками на первых полосах. Украден русский человек. Именно так заявило Советское генконсульство. Через день Закосенкины приехали из Нью-Йорка и она согласилась сесть в посольскую машину. События это приезд воскопоставленных советских дипломатов, а среди них был консул Ломакин, вице-консул и еще человек 8 свиты вызвало переполох среди жителей фермы. Александра Львовна выскочила во двор и увидела, как молодой человек, только что сбежавший из Советского Союза, огромным булыжником замахивался, а профессор, тоже недавний эмигрант, летел из кухни с ножом наперевес. Прекратите, прекратите, вы загубите и фонд, и меня, кричала Александра Львовна, а машина тем временем, пятясь через толпу, увозила Косенкину в неизвестном направлении. Александра Львовна позвонила в полицию, но что могла сделать полиция? Делу Косенкиной передали огромное политическое значение. Из Вашингтона приехал посол Панюшкин. Состоялось специальное судебное заседание. Посольские говорили, что Толстовский фонд похитил советского гражданина на улице. Александра Львовна выступала с опровержением. Но успели слушание закончиться, как газетчиков ждала новая сенсация. Вот здесь стояла карета скорой помощи. Там всюду огромная толпа журналистов. И все они ожидали развития событий в деле Оксаны Косенкиной. Но уж никто не ожидал, что сама Оксана Косенкина откроет окно на третьем этаже консульства. Вот так. Вылезет оттуда, начнет спускаться под удосточной трубе и сорвется. Косенкина осталась жива, переломала себе руки-ноги и ее отвезли в Рузвельтовский госпиталь. Генконсул сказал, что рассудок Косенкиной помутился после того, как ей сделали укол белогвардейцы из Толстовского фонда. Сама же Оксана Косенкина в госпитале призналась журналистам, что в Советский Союз она возвращаться не намерена. Дипломатический скандал достиг таких масштабов, что госсекретарь маршал выдворил из страны советского генконсула Ломакина. И 28 августа Ломакин сел на тот самый пароход, на котором должна была уплыть Косенкина. Генконсульство СССР в США официально закрылось. Толстых, которые тогда жили в России, советских толстых, племянников Александра Львовна, заставляют выступить на страницах газеты «Правда» с отповедью в адрес ярой антисоветчицы. Американские и русские толстые после этого не общались в 40 лет. Тихо! Я хотел вас приветствовать в Америку. Сегодня день рождения Америки. И я думаю, что бабушка Саша настоящий герой. Много-много сделала русского народа. Привезла, помогла больше, чем 50 тысяч человек прийти в Америку. И они сегодня кушают барбекю, как мы тоже. когда спасибо бабушке Саше за все, что ты сделала. И спасибо, что вы приехали сюда, в Америку, к нам. Ура! 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 После войны в Америку, так же, как и другие русские беженцы из Европы, приезжали ее племянники. Дети Михаила, Ильи, Андрея, Львовичей. Их дети становились для нее внуками, вот и получилась довольно большая толстовская семья. Мои американские дяди и тети, кузены и кузины. Своей собственной семьи у Александры Львовны никогда не было. Я бабушку Сашу раз спросила, почему ты никогда не вышла замуж? Ну, и она так подумала, сказала, во-первых, она говорит, всегда я была предана своему отцу и работе, и как-то времени не было на любовь. Я говорю, неужели никого у тебя никогда не было? Он говорит, нет. Был один молодой человек, который прошел через всю Россию пешком ко мне, чтобы объявиться в любви. Я говорю, ну, и? Я его отослала домой. Он был женат и бросил жену из-за меня. Она говорит, я не думаю, что я могла бы с этим жить. Я тоже ее спрашивала, почему она не вышла замуж. Она мне также сказала, что ее первая и последняя любовь была от сердца. Ты думаешь, что она была счастлива в своей жизни? Да, в конце концов, я думаю, что да. Да. Потому что она посвятила всю свою жизнь идеалам отца. То есть он об этом писал, а она это выполняла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok